Приветствую вас. Ответом на ваш вопрос будет более тонкое понимание психологии мужчин. Начнем с того, что ваш мужчина действительно хочет, чтобы вы были его, но ему нравится вас, как бы сказать, завоевывать постоянно, ему нравится постоянно доказывать, что он лучше всех остальных мужчин. И именно поэтому его выпускает сама мысль о том, что вы с другими мужчинами проведете время, но он все равно лучше, он все равно во всех отношениях превосходит всех других мужчин. Ему нравится постоянно доказывать свое первенство по отношению к вам. По крайней мере, так это обстоит с психологической точки зрения. А может быть причина в его неуверенности в себе, то есть он все время хочет доказывать, что вы, несмотря ни на то, все равно будете с ним, все равно вернетесь к нему, все равно будете принадлежать только ему, да? Несмотря на то, с другими мужчинами будете общаться. Также у мужчины могут быть и другие сексуальные отклонения. Тогда ему лучше обратиться к сексологу, а не к психологу, потому что все-таки это немножечко разное направление. Сексолог поможет вашему мужу лучше понять, чем он хочет в сексуальном плане, и разрешить конфликт. Пока его конфликт заключается в том, что, с одной стороны, его рациональное мужское начало всячески противится тому, чтобы вы с кем-то пересекались, с кем-то вступали в интимные отношения и так далее. Но у мужчины есть некоторые девиации, которые мешают ему это нормально, вот понимать. И пока в нем борются два вот этих вот начала, у вас и будут такие вот противоречия. Это противоречие можно снять, как я уже сказал, благодаря консультации с сексологом, или хотя бы его лично, лично, лично работал с психологом. В принципе, на этом, наверное, можно закончить, но я бы хотел сказать еще кое-что. Вот, мужчина ревнует вам. Вопрос, как эта ревность проявляется? Если она проявляется плохо, то есть мужчина ревнует действительно очень сильно, ругается, там, оскорбляет вас. Это одно. Да, безусловно, делать это не нужно. Как бы мужчина не бросить? Если это ревность просто, ну, знаете как, вот, не долго, не очень сильно, и потом мужчина отходит, и все хорошо, и вы видите, что ему, в принципе, нравится то, что вы делаете, и вам нравится то, что делаете вы, то всегда вопрос, а зачем что-то менять? Ну, пока вы молоды, хочется новых ощущений, новых эмоций, новых впечатлений. Если вы, если вы вместе к этому готовы, то нужно получать удовольствие, ну, или получать удовольствие, и все. Главное, чтобы это не вредило вам, не вредило вашему ребенку, а остальное, в принципе, в принципе, не так уж хватит. Но в обязательном порядке мужчине нужно проконсультироваться с сексологом, и, возможно, даже секс по поводу, чтобы максимально четко представлять себе, откуда растут проблемы, проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам. Всего доброго и удачи!